И всем здоров, с вами Лорд Скорб, и сегодня у нас на обзоре будут самодельные мои лего фигурки по истории древней Японии. Ну, по большей части, это, конечно, будут войны. Ну и давайте начнем с первой. Это у нас вот такой вот, скажем так, вооруженный крестьянин. Как мы можем видеть, у него вот такая остроконечная шляпа, есть небольшой палашек и вот такая вот простая, можно сказать, униформа. Следующая фигурка, это тоже вооруженный крестьянин, ну, он как бы по похожему типу сделан, тоже вот достаточно простая одежда, даже более беднее, чем та, но поприкольнее уже выглядит его оружие. Ну и все тоже такая же остроконечная шляпка. Значит, следующая у нас идет самурай, вот такой вот самурай-лучник, вот так вот он выглядит. Видите, у него есть колчан со стрелами, такой вот лук, грозное выражение лица, и они как бы охраняют своих даймю, которые на тот момент были в Японии. Служат, так сказать, своему клану. Если буду ошибаться, то извините, я все-таки не такой знаток, так сказать, прошлого в Японии. Следующая наша фигурка, это самурай ближнего уже боя, то есть мы можем видеть вот такое вот сердитое, немножко даже угрюмое выражение лица, защищенные в доспехах его одежда вот такая устрашающая, и также из оружия у него нагината. Ну, следующий у нас идет, это уже улан, ну или же обычный воин, так сказать, японский, то есть королевская стража, ну или императорская, скорее, стража. То есть вооружен он копьем, обедет вот такую легкую одежду, и вот такое вот, что-то типа, как будто солдата на нем одета, на голове. Вот так вот. Мы его сейчас поставим. И следующая наша фигурка, это вот такой вот самурай в маске, то есть единственное, чем отличается, это более толстой броней, отличается оружием, и то, что на нем надета вот такая маска. Он, возможно, будет генералом или каким-то военнокомандующим, можно так сказать, то есть значимый персоной. Следующая наша фигурка, это вот такой вот даймио. Даймио у нас, как бы, самый главный из самураев, то есть они ему все служат. Он самый главный, как бы, в храме, точнее, не в храме, а в клане у нас. У него вот такой вот золотой меч, золотая броня, и вот такая вот, в принципе, вся тяжелая достаточно броня, и имеется вот такой вот интересный шлем. Также на нем одета вот такая маска в виде черепа. Следующая наша фигурочка, это тяжелый самурай, то есть он одет в самую тяжелую броню. То есть, в принципе, его с легкого оружия, таких как стрелы или там обычные ножички, пробить абсолютно нереально. Также он вооружен хорошим золотым мечом. Тоже мы его ставим вот сюда. Так, следующая наша фигурка, это уже идут ниндзя. Значит, первый у нас это сенсей. Ну, который, как бы, всех обучил. И, можно сказать, стал мастером боевых искусств в своем деле. Сейчас мы ему шляпочку оденем. Одеваем мы ему шляпочку. Чтобы он у нас не падал, мы его поставим и оденем шляпу ему. И следующая наша фигурка, это вот такой вот, ну, можно сказать, самый обычный ниндзя. То есть, это наемник, либо из клана. Он вооружен ножом, и у него есть вот такие вот звезды железные. Ну, или же сюрикены. Нужны они, чтобы, как бы, их метать, ну, как ножи. И использовать для дальнего боя. Значит, следующая наша фигурка, это вот такой вот ниндзя. Это уже ближний бой у нас идет. Так, давайте я его поставлю. Вот такой вот у нас зеленый ниндзя с фиолетовой шляпой остроконечной. И у него есть катана из вооружения. И единственное отличие этого ниндзя, ну, формой, конечно, и тем, что он носит вот такую вот шляпу. То есть, он, можно сказать, приравнивается к уровню сенсея, что носит такую шляпу. Либо у него просто денег нет, чтобы пить нормальную форму. Одну из двух. Следующий у нас идет, это ниндзя-лучник. Вот так вот он выглядит. Он немножко отличается униформой. У него есть лук. Как мы можем видеть, это уже не меч. Точнее, не катана. Это что-то поменьше. Возможно, какой-то клинок или укороченная версия катаны. То есть, поменьше, чтобы ему много лишнего не таскать. Вот так вот он выглядит. Ну, и, впрочем, на нем все. Следующая фигурочка, это вот такой вот тоже ниндзя. Это, я бы сказал, уже такой наемный ниндзя. Чисто наемный. Потому что мы можем видеть тут кунай. Ухмыльчатое выражение лица его. И также один меч. И довольно непростую униформу. Тоже поставим его вот сюда. И последний наш ниндзя. Это вот такой вот белый ниндзя. Они у нас становятся либо одиночками. То есть, действуют одни. Очень сильный вид ниндзя. Он у нас с трезубцем, как мы можем видеть. Ну, или с таким копьем. Может быть, это на Генната. Кто знает, что создатели вот этого оружия имели в виду. Ну, короче, он у нас один из самых сильных ниндзя в этом отряде. Ну, вот такой вот получился обзор. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте. И всем пока-пока.